итак давайте поговорим о маршрутизации сигнала в микшере и вообще в logic как это работает все очень просто у нас есть записанный материал который располагается у нас в трековой области из каждой дорожки этот материал поступает у нас на так называемый channel strip или собственно дорожку или канал давайте возьмем к примеру вот аудио бас бас гитару что у нас происходит у нас с дорожки точнее именно из файла считывается информация и поступает сразу сюда вот на плагин и то есть у нас идет первым в цепочке audio fx проходит через плагины сверху вниз дальше у нас возможно порция сигнала будет отсылаться через посыл куда-либо но об этом мы еще поговорим подробнее если у нас никаких посылов нет то сигнал просто дальше идет на фейдер которым мы устанавливаем его выходную громкость после чего у нас работают кнопки соло и мьют то есть мы можем замьютировать этот канал то есть он вроде все там все работает все проходит но на стоит мьют и не дает ему попасть дальше либо мы мьют отжимаем и тогда наш сигнал попадает на панораму и после панорамы он идет на тот или иной трек куда отправлена панорама то есть у нас что такое панорама о панораме мы тоже подробно поговорим но прошу бы вы знали это у нас собственно левый и правый канал то что мы слышим в стерео и звук на стерео и проект нас по умолчанию в стерео всегда у нас есть выходная шина стерео аут вот она здесь это так называемый мастер не путать вот с этим фейдером мастер об этом мы поговорим в отдельном виде что это такое то есть на самом деле тот мастер которым все в народе называют выходной канал из секвенсора либо мастер шина либо мастер бас как угодно это в данном случае по умолчанию стерео аут то есть есть тот самый стерео аут вашей звуковой карты то есть то что выходит либо на мониторы либо на ваши наушники то есть все что мы слышим из лоджика вообще любой звук мы слышим на самом деле только вот эту шину мы не слышим отдельные дорожки мы не слышим там какие-то посылы какие-то отдельные партии все к чему нас подключен наше оборудование мониторы наушники и звуковая карта это вот это стерео аут а вот что приходит на этот стерео аут уже отвечает собственно микшер то есть как мы видим вот здесь у нас стоит output и мы видим куда у нас приходит каждый из этих дорожек в данном случае по умолчанию естественно все приходит на стерео аут чтобы мы слышали каждую дорожку но я могу например взять исключить бас и выбрать но output поэтому в таком случае даже если у меня все будет работать работают все плагины здесь все играет все звучит баса я не услышу давно присматривайтесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас то есть вот у меня даже стоит соло как вы видите и все работает звук идет метринг работает но звук я не слышу потому что звук мы слышим только со стерео аута если что-то не приходит на стерео аут по какой-то причине мы этого не услышим чтобы там через какие бы обработки и куда бы как это все не проходило поэтому возвращаем стерео аут и после этого собственно ну как вы уже поняли да у нас все приходит на стерео аут и мы слышим звук то есть вот такую обычную цепочку проходит любой сигнал будь то midi будь то аудио будь то драме регион то все проходит через эту цепочку попадает на плагины проходит через сенды дальше попадает на ручку громкости мьют соло панораму и потом выходит зависимости от того куда у нас стоит аутпутный канал аутпут выход с этого с этой дорожки попадает в то или иное место но в конце концов оно все равно должно прийти так или иначе на стерео выход иначе смысла в этом нет куда еще может прийти об этом и тоже поговорим в отдельных следующих видео уже такие более сложные комплексные маршетизации мы обязательно об этом поговорим но пока просто запомните что маршетизация работает вот таким образом что у нас входной трек проходит через плагины обрабатывается дальше у нас устанавливается уровень громкости точнее ослабление либо усиление уровня громкости канала и все потом это приходит на стерео выход то есть думаю что с этим понятно но давайте чуть-чуть подробнее поговорим про фейдер громкости что это такое то есть многие не совсем отдают себе отчет что же он означает что вообще значит эти числа 4 минус 4 минус 10 и так далее фейдер громкости на самом деле это скажем так аттенюатор если кто знаком с таким таким термином то есть это скажем так прибор который усиливает или ослабляет реальную громкость звука то есть что это значит у нас есть на жестком диске записанная бас-гитара вот она так звучит вот сейчас я отключу все плагины ну здесь на канале и вот нас звучит так бас-гитара включу плагин обратно пускай будут это ее реальная громкость то есть вот так она сейчас звучит она вот с той громкостью она звучит проходя через плагины то есть тут еще раз я выключу посмотрим пиковое значение то есть пиковое значение где-то минус 6 это без плагинов просто плагины тоже влияет на уровень громкости так у каждого плагина здесь есть тоже своя выходная и входная громкость здесь мы капгейн но об этом еще тоже поговорим вот если выбрать плагины то у нас скажем так звук с файла проходит насквозь через всю дорожку вот сейчас на самом деле у нас на дорожке ничего не происходит то есть звук в том виде в котором он был записан на жестком диске с тем уровнем с той громкостью с тем тембром он у нас сейчас просто в холостую проходит через наш channel strip и сразу поступает на стерео аут здесь конечно тут проходит через вот эту обработку но я сейчас просто я включать не буду то что у нас уровень тихий станет поэтому у нас сразу вас гитара без изменений каких-либо сразу поступает на наш выходной канал и мы ее слышим вот таком исходном значении так вот этот фейдер он у нас может эту громкость увеличивать либо ее уменьшать то есть если например у меня бас гитара звучит на уровне минус 6 децибел давайте сейчас отключу здесь input чтобы микрофон не сбивал метр вот это минус 66 если я хочу чтобы этот звук был тише например минус 10 децибел или 10 и 6 то мне нужно просто фейдер сделать на минус 4 то есть что такое минус 4 это нереальная громкость самого трека который вдруг будет ну после обработки а это скажет так ослабление сигнала на 4 децибела то есть вот что показывают это левое значение или положение ручки volume фейдер то есть он показывает насколько у нас изменяется сигнал от своего реального значения громкости который нас показывает это зеленое значение в данном случае 66 то есть у нас могут быть треки точнее все дорожки стоять на уровне минус 4 в микшере то есть все каналы но из-за того что исходные уровни громкости у каждого файла разным прям баса мы видим здесь такой не очень сильный сигнал а вот у барабанов например вот у этих сигнал гораздо сильнее давайте тоже посмотрим какой уровень то есть вот мы видим что у нас оба фейдер стоит на минус 4 но при этом биты у нас добивает до минус четырех а бас у нас сейчас на минус 10 и 6 потому что у нас сам бит он гораздо громче изначально и мы просто ослабили его его исходную громкость на минус 4 децибела то есть он был например до 0 доходило то мы поставим минус 4 и наша реальная громкость стал минус 4 то же самое касается баса его изначально реальная громкость была минус 6 и 6 а мы ослабили фейдер на минус 4 и его уже громкость стал минус 10 и 6 и вот это с этим уровнем минус 10 6 он поступает на наш на нашу шину стерео out и смешивается с другими дорожками которые тоже имеют свою какую-то громкость они имеют свою изначальную громкость и они имеют свою громкость на выходе из канала то есть я думаю вы сейчас это поняли но это очень важная концепция потому что на ней строится собственно весь процесс сведения музыки в большинстве своем то есть это вот то самое балансирование уровня которым все постоянно говорят я в том числе в своих курсах собственно все происходит именно таким образом то есть нас есть исходные значения уровня громкости которые есть у записи у файла у меди и партии и так и так далее и микшер это как такой аттенюатор которым мы подгоняем эти громкости друг под друга что-то делаем тише что делаем громче чтобы с разным уровнем громкости у нас все это поступало на стерео выход и уже на стерео выходе так как мы слышим звук только с этой дорожки то есть у нас все вот эти звуки причем дорожек может быть не как здесь 30 штук а их может быть гораздо больше их может быть 100 150 все эти 150 дорожек нас так или иначе слышны слышны только через вот эту одну шину и поэтому наша задача с помощью этих аттенюаторов или громкости или ручки громкости настроить баланс между элементами и дорожками таким образом чтобы наша стерео шина во-первых не перегружала не было клиппинга не было там взрыва частоты дисторшины и всего такого прочего но также чтобы все было разборчиво и был определенный баланс который уже передает художественную задумку композиции или трека неважно то есть в этом и есть вот это искусство сведения искусство балансировки уровней и микшер вот здесь вот там наглядно показано как это работает то есть вот эти фейдеры прямо по вот этим значением уровне мы можем увидеть как непосредственно они влияют на реальный уровень сигналов на реальную громкость сигнала и сразу скажу что естественно плагины тоже влияют например компрессор он на той и создан для того и создан чтобы влиять на громкость но влияет скорее не на общую громкость он скорее влияет на отдельные нотки и опосредованно он уже начинает влиять и на выходную громкость естественно но опять же это уже такая тема скорее касается gain staging а это можно перевести как сохранение уровня от обработки к обработке то есть когда мы применяем компрессор нам нужно убедиться в том что у нас скажем так работа компрессора компенсируется выходной громкость в данном случае make up gain мы компенсируем ту громкость которую мы потеряли от компрессии и таким образом мы вроде оставляем оставимся на том же уровне но звук уже такой скомпрессированный более плотный это что касаемо компрессора если мы берем например эквалайзер то есть мы добавляем какие-то частоты то естественно выходная громкость нас будет громче потому что мы добавили целый пласт частот которые увеличивают громкость в определенном частотном диапазоне поэтому мы можем либо выходную выход с эквалайзера прибрать либо мы можем сделать канал тише чтобы наш на наш стерео выход все приходило в той же пропорции потому что бывает такое что микс собран то как только начинаешь эквализировать начинаешь увлекаться добавлять частоты и потом понимаешь что тот микс который ты изначально делал уже развалился поэтому если как-то сильно добавляешь частоты на эквалайзер или на какой-то обработки внутри какого-то канала нужно не забывать с помощью этого фейдера чуть-чуть подправить опять же ориентируясь на пиковые значения то есть если я помню что у меня было пиковое значение бас гитары где троне минус 10 децибел и я поставил какую-то обработку меня вдруг стала бас гитара шарашить там до минус 5 децибел то значит означает что мне нужно на 5 децибел прибрать фейдер сделать его тише чтобы восстановить баланс и уже с новым звуком после обработки на плагинах у меня звук звучал примерно так же как он был до обработки это и есть вот это момент gain staging а или сохранение громкости от которого зависит частота микса уровень громкости общий то как будут склеиваться элементы друг с другом то есть вы должны на это тоже обращать пристальное внимание поэтому я здесь решил на этом подробнее остановиться все это влияет непосредственно на то как у нас сигнал проходит через микшер через плагины и поступает на нашу стерео шину на стерео выход с которым мы собственно и слышим весь баланс всего проекта поэтому это очень важно обязательно учитывайте это смотрите на анализаторы внутри плагинов то здесь в каждом плагине как правило есть анализаторы входного громкости и выходной смотри следите чтобы они были примерно на одном уровне чтобы у нас плагин сильно не влиял на громкость не в минус не плюс и то же самое касается перегрузок чтобы здесь их не было между плагинами потому что мы можем громкость фейдером прибрать у нас вроде здесь них перегрузов нет на мастере перегрузов нет но между плагинами вот здесь в связке происходит перегруз то есть здесь перегруз произошел здесь перегруз перезашел ничего страшного не случится потому что logic работает 64-битном формате суммирования и там никаких перегрузок внутри каналов не происходит но сама работа плагинов она чуть-чуть нарушается например плагины от той же компании waves многие из них которые эмулируют аналоговые приборы эквалайзеры компрессоры они там даже в мануале написано что они очень зависят от входного уровня если входной уровень слишком горячий то слишком громкий либо наоборот слишком тихий они уже будут не так объективно или адекватно работать со звуком поэтому это тоже важно учитывать вот этот gainstaging надо обязательно сохранять на протяжении всего прохождения сигнала от своей собственно жесткого диска то есть где он располагается до стерео выхода то есть весь этот путь через плагины через фейдеры через какие-то может быть посыл и через промежуточные шины которых мы еще поговорим вот этот уровень должен сохраняться сильно где-то не меняться не искажаться и так далее то есть я здесь специально на этом делаю акцент вам это пригодится если вы планируете полноценно заниматься сведением и балансировка уровней поверьте вам это реально пригодится ну что ж я думаю с маршрутизации понятно мы еще более сложной маршрутизации сигнала будем смотреть по мере обзора новых но и других функций в микшере например шин но уже основные базовые знания у вас есть поэтому давайте двигаться дальше и следующем видео мы собственно уже поговорим о шинах что это такое и и и и и и и и